МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как всегда, несколько тем. Поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружало нас в мире, на Украине. В Одессе. Внимание всего мира приковано к Сирии. Там узел проблем и столкновение интересов. И суннитов, и шиитов, интересов Израиля, России, Ирана, Соединенных Штатов Америки. Вообще-то, все, что там происходит, это удар по мировой экономике. И в частности, удар по украинской экономике. Потому что, во-первых, может повыситься цена на газ, а во-вторых, снизится наш экспорт в страны Ближнего Востока. А кроме всего прочего, конечно же, и гуманитарная катастрофа. Немцы уже приняли 5 тысяч беженцев из Сирии. А вообще в мире сегодня 2 миллиона беженцев из Сирии. Ну и надо сказать следующее. Они могут хлынуть и в Украину. И, конечно же, они приедут не в Янакиево, а захотят жить где-нибудь у моря, при сельском хозяйстве нормальном. Я имею в виду Одесскую область. Это тоже может быть проблемой. Ну, у всех там свои интересы. Россия, например, имеет прямой интерес, потому что сирийские руководители, они когда покупают вооружение, 48% покупаемого Сирией вооружения им продает Россия. Поэтому посмотрим, чем это все кончится. Могу сказать единственное от себя, что я убежден, что вот те, кто применил химическое оружие, надо их абсолютно точно вычислить и беспощадно наказать. Соединенные Штаты Америки. Американцы опять требуют нового расследования о трагедии 11 сентября. Вы помните, там погибло около трех тысяч человек. У них, понимаете, все время новые инициативы, они допускают теорию внутреннего заговора. Мне кажется, что им просто скучно, потому что сначала они допускали теорию заговора, что не было полета на Луну. Сами американцы, и советские ученые, и академики, и российские академики уже устали объяснять этим американцам, что полет на Луну был. Они уже объясняют и причины возникновения теней, отпечатков, движения флагов и так далее. Ну, видно, американцев, ну, наверное, у них нет других заводов. Хотя, надо сказать, что они, в общем-то, вот я наблюдаю, они реально малообразованные. Ну, это как-то им не мешает неплохо жить. Достаточно сказать, что зарплата, средняя зарплата в год, например, водителя трамвая, 57 тысяч 200 долларов. То есть, если перекинуть на гривну в месяц, это выходит где-то 38 тысяч гривен, если на наши деньги. Почтальон получает 60 тысяч 300 долларов, а на наши деньги это около, чуть-чуть больше 40 тысяч гривен в месяц. Так что, зато у нас больше экономистов и юристов. И, конечно же, результаты налицо. Абхазия. Кто забыл, напомню. Это такая, ну, не совсем признанная республика. Вот как в Молдавии и Приднестровье, так и в Грузии и Абхазии. Ее признало пять государств, а весь остальной мир не признал. Но там произошла трагедия. Там убили вице-консула Российской Федерации в Абхазии. Вот это было в городе Сухуми. И сейчас Российская Федерация по договоренности с абхазскими властями проводит расследование этого убийства. Непростая ситуация на Кавказе в настоящее время. Во-первых, скандал вокруг проекта «Россия-10». Кто не знает, напомню. Русское географическое общество и телеканал «Россия», они, в общем-то, сделали такой проект по выбору десяти визуальных символов России. Ну, как в Одессе. Там посмотрел Потемкинская, Одесса, Дюк, Одесса, Оперный театр Одессы. Так они решили сделать это по всей России. И там возник серьезный скандал. Дело в том, что борьба за первое место вот этого символа России, она развернулась между Коломенским Кремлем, кто знает, и мечетью имени Ахмата Кадырова. Мечеть называется «Сердце Чечни». Победил Кремль, символ России. За него проголосовало 38 миллионов 600 тысяч. А вот за символ России, чтобы сердце Чечни, проголосовало только 38 миллионов 38 тысяч 140. То есть, как-то, расхождение не очень большое. Вот, Рамзан Кадыров заявил, что имело место мошенничество при почтете голосов. В общем, обиделся. Понимаете? То есть, другими словами, в Чечне уже считают, что символом всей России должна быть мечеть. Вам все понятно? Украина. Ну, по основным показателям у нас все стабильно. То есть, тут ничего не скажешь. Мы по-прежнему на 144-м месте из 176 стран по уровню коррупции. Уровень у нас один из самых высоких в мире. Вот мы также стабильно на 144-м месте из 148 стран по качеству дорог. Радует единственное, что мы обогнали Восточный Тимор, Румынию, Гвинею и Молдавию. Это вселяет определенные надежды. Ну, есть, конечно, изменения. Не все так стабильно. Есть изменения. Вот борщевой набор за год. Ну, вы понимаете, что это такое. Свекла, картофель, морковь, капуста подорожал на 54,6%. По сравнению с тем же временем в 2012 году. Будут еще изменения. Кабинет министров подал Верховную Раду за главный проект номер 3142. Так что, будутся повышать цены на газ для населения. Еще одна любопытная новость. Это из мира искусства. Кабинет министров Украины выделил 120 миллионов гривен на финансирование украинско-китайского кинофильма. Вот, соответствующее распоряжение есть номер 664. Вот, очень любопытно. А о чем будет вот этот вот украинско-китайский фильм? Не о том ли, что Костусев к дню города заказал в Китае флажки на автомашины? 50 тысяч штук. Вы видели 50 тысяч машин с флажками, нет? Галстуки для чиновников, значки для чиновников. Неужели и об этом? Интересно, а кто будет играть Костусева в этом фильме? Министерство внутренних дел все время продавливает закон о том, чтобы вооружить население. Вот они уже Верховную Раду предложение передали. Значит, если закон будет поддержан, то украинцам с 18 лет будут продавать пневматику, газовые пистолеты, холодное оружие. В 21 год можно будет купить уже голодкоствольное огнестрельное оружие, ружишко, а в 25 травматические пистолеты. Понимаете? В Одессе 150% увеличения убийств, а они им пистолеты хотят еще раздать. Самое смешное другое. Вот УВД, сотрудники уголовного розыска области, они когда домой идут после службы, у них забирают боевое оружие, дают им травматическое. Да он с этим оружием если увидит, что гражданам опасность какая-то угрожает, то он же не подойдет, он пройдет мимо. Когда я работал в милиции, у нас, у сотрудников уголовного розыска, было постоянное ношение оружия, висел список в дежурную параделу, кто имеет право постоянно носить оружие. И мы были всегда готовы, мы были с оружием, мы были готовы всегда к защите населения и гражданам. А эти так, а, пробегу, оружие забрали, пробегу мимо. Вот чем это все закончится? По всей вероятности, производство оружия находится травматическое введение МВД, поэтому они хотят еще заработать на смертях, на телесных повреждениях. Это сборище негодяев. Удивительно просто. Я имею в виду руководство, потому что на местах сотрудники есть очень нормальные, порядочные люди, которым уже невыносимо работать в этой системе. Я со многими из них разговариваю, они говорят, было бы куда уйти, майоры, подполковники, ушли бы, не можем, не хотим, к нам, чтобы не прилипла вот эта вся гадость. Вот такая ситуация, к сожалению. Черновцы. Там произошло ограбление банка. Два человека, причем один из грабителей был вооружен кувалдой. И вот этой кувалдой он разбивал стекла кассы. Я что хочу сказать местным сотрудникам милиции. Ребята, вы можете отличиться и помочь коллегам из Черновцов. Дело в том, что мы же знаем, что в основном кувалдой работает Костусин. Он там где-то стекла бьет, у него есть кувалда. Ребята, надо проверить его на причастность ограбления банка в Черновцах. Во-первых, изъять кувалду, провести экспертизу, нет ли там следов того стекла. Во-вторых, выяснить, где он находился в это время, выезжал ли за пределы Одессы. То есть, подработайте, может быть, вы действительно раскроете ограбление банка в Черновцах, потому что Костусин, он такой, он нам все спасал. Итак, наш некогда европейский город, а ныне ПГТ Одесса. Вы знаете, меня до сих пор почему-то спрашивают и по телефону, и вот два письма пришло, о моих впечатлениях празднования дня города 2 сентября. Ну, если так коротко, все могу обозначить, и это мое личное мнение тремя словами. Праздник для нищих. Что меня впечатлило? Выступление Петрушки в мэрии. Опять мифические долги и обещание, что скоро наступит Петра. Я что хочу сказать Костусеву? Ты позвони своему папе Азарову, чтобы Украина не одалживала столько миллиардов, а то внуки не рассчитаются. Это первое. Второе. Концерт на Потемкинской лестнице. Ну, о качестве звука я не говорю. Вышел Костусев, там что-то поздравил всех и тишина на лестнице. Он думал всячески а-а-а-а тихо. Потом вышел заместитель главы облгосадминистрации, зачитал поздравления президента, тишина. Оживились только на любимцах ПТУшников Потапи и Насти Каменских. Там что-то подпевали, там какие-то движения делали. концовка. Выходит Ольга Аганезова поет песню об Одессе и тишина. Никто ни слов не знает, слушают как бы так и ждут салюта. И одесса им этим всем по барабану. Вот что меня впечатлило. понимаете. Раньше как-то горящие глаза, песня об Одессе, наш город, родной, который нас вырастет. Нет, сидя семечки, сигареты. Давай салюты мы домой поедем. Вот это сегодня, к сожалению, и есть Одесса. Но я думаю, что может быть что-то изменится. Что-то должно измениться, иначе пропасть. Театральная площадь, гостиница Моцарт. И там хотят достроить два этажа. Был брифинг. Дирекция отеля Моцарт хочет это сделать. Но они предоставили разрешительные документы. Один из таких документов историко-архитектурное обоснование, разработанное в 2009 году предприятием ретроград. Ну и согласовано с областным управлением и с другими организациями. Понимаете в чем дело? Вот этот центр весь строили такие выдающиеся архитекторы как Далаква, Гансиаровский, Ландесман, Буфо, Дмитренко, Маранди. Они это строили. А теперь пришли опрятовые, глазырины, штербули, неудачники из управления архитектуры. И теперь они это все будут перестраивать. Вообще вылавливать соответствие тех и этих. Это все равно, что в багетную мастерскую принесли картину. И те, кто делал для нее раму, решили дать что-нибудь дорисуем на этой картине, чтобы было как бы красивше. Вот у меня такое ощущение от того, что происходит сейчас в архитектуре центра города. Сегодня многих одесситов интересует вопрос, связанный с событиями вокруг Игоря Маркова. Надо сказать, что интересен этот вопрос просто из чистого любопытства для очень многих. Ну что ж, поговорим и об этом. Итак, произошло то, что должно было произойти. Его выкинули из Верховной Рады. 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 А как он вообще туда попал? И надо понимать, что без поддержки партии регионов он ничего и никогда бы не выиграл. И это серьезный прокол. Те, кто принял это глупое решение, про них можно сказать словами известной поговорки, одесской поговорки. Жадность фрая разгубил. Я думаю, разборки будут. А вот рассказы Маркова о том, что выборы были честными, у нормальных людей вызывает смех. И тогда, и сегодня. А кто он вообще такой, этот Игорь Марков, которого сообщники по бизнесу называют Марадона, Челентан, это человек, которого не нашел военкомат, чтобы призвать служить в армию, это главарь ОПГ Радына, он же старший лейтенант гагаузской милиции, он же владелец нескольких дипломов о высшем образовании, он же фигурант нескольких уголовных дел. В общем, замечательный кандидат в депутаты. Помните, у классиков Остамбендер спрашивал у слесаря Полесова «Ваша политическая кредо?» И тот с готовностью и водой отвечал «Всегда». Вот и у Маркова тоже политическая кредо «Всегда». Всегда кого-то обмануть. Сначала Наталья Витренко с ее блоком вошел в Горсовет. Потом предал ее и был изгнан из депутатов в 2009 году за обман избирателей. Так что ему не впервой. Я думаю, что кто-то помнит, как он мелькал то возле дальнобойщиков, то на рынках северный икуяльник, то клялся, что будет до конца биться за кинотеатр в импел, то любил пенсионеров во время раздачи гречки. В общем, засветился. Потом вылезал у кого смог, заплатил сколько сказали и стал депутатом Верховной Рады. Правда, перед этим успел предать избирателей так называемой партии Радена, когда заранее положил на стол губернатору заявление, что после избрания обязательно перебежит во фракцию партии регионов. Для чего он так рвался? Да, он хотел иметь иммунитет и самое главное Игорек рвался в депутаты в надежде отбить свои затраты на выборах, а они были многомиллионными и, надо сказать, не в гривне. Он рассчитывал, что ему это удастся, он рассчитывал на своих друзей и близких, Тегибко, Колесниченко. Но, судя по всему, когда он попал в Верховную Раду и стал так пальчики веером делать, его сразу поставили на место. А место его было возле трибуны, ему там сказали, Игорек, твое место возле трибуны, будешь драться с оппозицией, а отбивать и зарабатывать здесь уже есть кому. Вы знаете, меня несколько удивили защитники Маркова из партии Батьковщина. Вот тут они даже заявление сделали. Смотрите, несмотря на то, что Марков есть нашим идеологическим оппонентом, красиво, и входит в состав партии регионов, мы все же считаем, что сегодня это решение антизаконно, так как у судов нет полномочий, корректировать выбор народа. Вы чего, ребята, какой выбор? при тотальной фальсификации. Какого народа? Вы о чем говорите? Кто его выбирал? Руководитель городского комитета Батьковщины был такой, не знаю, как его, фаермарк, а он что, не доложил, как проходили выборы в Киевском районе? Что, руководство Батьковщины не знает, что здесь происходило? Вот все это, я высказываю свое личное мнение, происходит потому, что в Батьковщине отсутствует реальный лидер сегодня. Сегодня у них какие-то такие идейные шатания и самое главное беспринципность, беспринципность ряда людей, определяющих сегодня политику этой партии. Вот поэтому возникает вот это все. Я совершенно согласен и абсолютно правильно сказал Гурвиц в своем заявлении. Вот читаю. Еще раз подчеркну, что в отличие от предшествующих решений суда по депутатам Бологи и Домбровскому, здесь речь идет не о технических накладках и невозможности установить объективные итоги выборов. Избиратели этого огруха цинично лишили конституционного права избирать путем целенаправленной фальсификации. Переоценить степень общественной опасности этого преступления по-моему невозможно. Тем более странно, что в период самих выборов Батькивщина оценивала их в Одессе как несоответствующие никаким демократическим нормам. Что же нелогичного видят коллеги в том, что полученные обманным путем результаты аннулированы. Вот и я о том же. Так что хочу сказать этим коллегам из Батькивщины вы там как-то определяетесь уже, потому что вот это вот шатание ваше просто вызывает мягко говоря недоумение. И еще два любопытных момента. Цитирую слова Маркова, сказанные 3 сентября. Я не голосовал и не буду голосовать за европейскую интеграцию. Я никогда не буду голосовать за права гомосексуалистов, которые, надо полагать, окопались в Европейском Союзе. А теперь Марков заявляет, что будет отстаивать свои права в Европейском Суде. Как, Игорь, в логове гомосексуалистов? Я тебя прошу, Игорь, будь очень осторожен. Во время заграничного судебного процесса не поворачивайся никому спиной. И еще один очень любопытный и волнующий меня момент. Марков заявил, что перешел в оппозицию к существующему строю. Стало быть, перешел в оппозицию в партии регионов. А что будет делать депутат от партии регионов в Одесском горсовете родной брат Маркова Олег Марков? Что? Он откажется от брата или от партии? Это ведь ваш брат? Какой брат? Какой брат? Я так его бы сам. Нет, нет. Враг. Враг из врагов. Враг. Я же его не считал за брата. И последнее. Сейчас Игорек будет играть роль такого оппозиционера, дизидента. И я начинаю беспокоиться. Неужели мы его увидим скоро в рядах партии Свобода? Или, может быть, рассчитывая на поддержку российских покровителей, он организует новую партию и назовет ее Век Свободы не видать. Сегодня все. До встречи на КПП. Субтитры создавал DimaTorzok